ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота! Точно! Весенний город, он как будто становится больше. Дети асфальта вместе с Ириной Бородиловской. И Николаем Каманцевым. Приглашаем вас прогуляться налегке вместе с нами. Коля, а ты знаешь, чего весной больше всего хочет женщина? Конечно, она хочет, чтобы быстрее наступило лето. Чисто мужская логика. Женщина, особенно весной, хочет, чтобы ей дарили цветы. А вот ты знаешь, сейчас поймал себя на мысли, а наша программа, она, собственно говоря, похожа на букет. Только этот букет состоит из могилевских тайн, историй и последних новостей. И мы дарим его вам, наши уважаемые телезрители. Оставайтесь с детьми асфальта. Летит время, меняется наш город. Но есть в Могилеве здания, столетиями исполнявшие, да и исполняющие по сей день те функции, ради которых они, собственно, и строились. Сегодня дети асфальта расскажут о драм-театре, первой школе и стром-машине. Это здание по праву считают одним из могилевских символов. Построенное в далеком 1888-м, оно пережило несколько эпох, но всегда оставалось храмом Мельпомены. Здание Могилевского драматического – единственное в Беларуси театральное строение 19 века, которое сохранилось в оригинале до наших дней. В разные времена на его подмостки поднимались трупы петербургского литературно-художественного и малого театров «Кабаре. Летучая мышь». Здесь выступали легенды театральной и оперной сцены Вера Комиссаржевская и Федор Шаляпин. Наш театр помнит, как менялся вокруг него облик Могилева, пережил Могилевский драматический и Великую Отечественную. А вот в советское время город едва не потерял жемчужину своей архитектуры. В 1985 году над старинным театром нависла угроза уничтожения. Под предлогом необходимости капитального ремонта Министерство культуры БССР выделило 7 миллионов рублей на строительство нового здания из стекла и бетона. На защиту театров стали и сами артисты, и горожане. В результате началась многолетняя реставрация, которая закончилась лишь спустя 15 лет. В начале нового тысячелетия обновленное здание театра вновь распахнуло двери для зрителя. Это здание на Первомайской не заметить просто невозможно. И, пожалуй, каждый могилевчанин знает, что располагается в нем средняя школа номер один. А между тем разумные, добрые, вечные здесь сеют вот уже почти полторы сотни лет. В 1865-м в этом здании прописалась Мариинская женская гимназия. Изначально гимнастическая двухэтажка была совсем небольшой. Чуть позже построили еще два флигеля по бокам, затем сделали трехэтажную пристройку. С тех пор здание приобрело современный вид. Последний выпуск Могилевской Мариинки состоялся в 1918-м, после чего здесь открыли педагогический институт. Пять лет в этом здании готовили будущих учителей, а затем отдали под школу, которая не раз меняла свое название. Была то трудовой школой имени Энгельса, то пешей узорной белорусской школой. И, наконец, стала средней школой номер один, в которой отучилось не одно поколение могилевчан. Сегодня мы знаем это крупное могилевское предприятие как стром-машину, а ведь сто лет назад начиналось оно с небольшого заводика. Да что там заводика по нынешним меркам обычного цеха. В 1913-м товарищество братьев Мазья и Аранзон открыли в Могилеве-Поднепровскому проспекту меднолитейное и механическое предприятие. Занимались могилевские промышленники устройством мельниц, маслобойных, винокуренных заводов, продажей населению топоров, плугов и прочих подобных товаров. Ассортимент нынче куда богаче, но вот сущность осталась прежней. История на этом не заканчивается. В Могилеве осталось много зданий, где продолжают дело, для которого они, собственно, и строились. Лет сто назад. Могилев – город готики и барокко в средние века. Город классицизма в эпоху Золотой Екатерины. Великолепного сталинского ампира в послевоенные годы. И все это время наш город рос и развивался. Сегодня в рубрике «В стиле ретро» мы приглашаем вас на телепрогулку длиной в полвека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Они в составе сводного отряда охраняли выселенные деревни в Чернобыльской зоне. И спустя 28 лет люди в погонах делятся воспоминаниями, как это было. Авария произошла на 4-м энергоблоке 26 апреля 1986 года примерно в 0 часов 23 минуты 40 секунд по местному времени. Произошел тепловой взрыв, разрушивший реактор 4-го энергоблока. О том, что их отправляют для выполнения специального задания в районах Гомельской области, прилегающих к Чернобыльской АЭС, офицеры и курсанты знали уже в мае 86-го. Был подписан соответствующий приказ МВД СССР о создании сводного отряда по охране выселенных деревень. Однако к месту дислокации он перебудет спустя 3 месяца. До этого времени милиционеры будут нести службу на играх доброй воли в Москве. А в октябре офицеры и курсанты заступят на службы в Брагинском и Хойникском районах. В условиях замалчивания полной информации об аварии на Чернобыльской АЭС им будут давать только рекомендации. Перед отъездом рекомендовали всем постричься желательно на лысо, называлось по Чернобыльского ежика. И у кого волосяной покров на груди, тоже рекомендовали побриться. Но вопросов никто не задавал, ведь был приказ охраны выселенных деревень от мародеров. Причем никакого оружия. Что такое облучение, а его последствия курсанты узнают гораздо позже. Отцам командирам при всем желании объяснить, как защитить себя, уж тем более бороться с радиацией, у которой нет ни запаха, ни цвета, было сложно. Дозиметры сошкаивали, одежда и волосы просто трещали. А средства для дезактивации – баня и колотушки для увивания пыли. Походишь 2-3 часа, а респиратор красный. Ну, повязка. Респиратору тяжело было ходить. Обведет после спены. Вокруг посмотрит. Ренъеды, без меры, там трещит. Зашкаливает совсем. Ну, колотушки делали. Выбивали после спены, выбивали бушлаты. Опять же, от недостатка информации курсанты не придавали большого значения радиоактивному фону и пыли. Приходилось офицерам объяснять проблему с физиологической точки зрения, а влияние на потенцию действовало. И вот в первую очередь, армяне, грузины, ну, из тех южных регионов, которые очень озабочены этим вопросом, так выколачивали эти свои, что чуть ли не до дыры эту форму. 33 дня в 30-километровой зоне. Столько времени провел там сводный отряд школы милиции. Какую реальную дозу радиации получили его бойцы, неизвестно до сих пор. Нам каждому выдали справки, где была указана некая доза. По сей день она у меня есть, я на нее смотрю и не знаю, сколько это. Но поверьте, что это не та доза, которая реальна была. Курсантов и офицеров сводного отряда разделили расстояние государства. Кого-то уже нет. Лучевая болезнь не оставляет шансов. Но как тогда, 28 лет назад, так и сегодня. Милиционеры Чернобыльцы говорят, мы выполняли приказ и исполняли свой долг. Я люблю весну! Ну, во-первых, весной все просыпается, все оживает, цветет и пахнет. Во-вторых, весной очень много праздников. А это все-таки приятная суета. И лучше всего вот эту вот суету заметно в предпраздничные дни. А знаете где? На городских рынках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще очень долго будем рассказывать вам городские истории И знакомиться с интересными людьми Ну а на сегодня наша программа заканчивается И мы как всегда ждем ваши городские истории По адресу Город Могилев, улица Первомайская, 83 Телефонная студия, 2215-83-2297 Ну и конечно же, круглосуточно для вас открыта гостевая на сайте tvrmogilov.by Оставляйте свои новости Добавил субтитры сделал DimaTorzok